Очень коротко. Вопрос ваш. Вас всех интересует. Все из косточки можно получить такие же? Только один пример. Будет отдельный разговор. Вот. Если у вас такие были, да? Здесь нет масштаба, это очень-очень крупные абрикосы, 80-граммовые. Вот. Кстати, королевские. Нет масштаба. Получили в два раза мельче, но если у вас получится, но они более живучие будут, сами понимаете. Еще раз говорю, чем мельче, тем морозостойче. Вот. Не привитые. Вы что, в суд на меня подадите? Или потребуете деньги обратно? Нет, ребята. Вы скажете спасибо, Валерий Константинович, хоть абрикосов найдимся. Вот. Теперь еще пример, как они меняются. Я просто чисто практически совет. Никакой болтовни. Это Бай. Он за все годы дал сотни ведер. Посмотрите, в какой виде. Он еще и сейчас живой. Кто фильмы видел. Но он изувечен так сильно, что подвой дал росток. Вот. Всегда запомните. Чем дичее, тем кора светлее. Потому что даже манджурец, на него распространяется слово жердель. Вот. Он обязательно светлее, хотя это манджурец. Так. Вот. И вот он дал такие плоды. Да. Проходит год. Покраснели. То ли от стыда, то ли что. Вот. И вот они стали еще краснее, чем привой. То есть, чем этот самый Бай. Бай, он, кстати, оранжевый. Поняли, да? Бай оранжевый. Это ветка перевалилась в соседу. В той стороне еще три раза больше. Это соседу везет, у меня все смешивается. Видели? Еще раз. Это одно и то же дерево. Смотрите. Видели? Это одно и то же дерево. Вот так. Вот. Чудеса. Я все чаще к волшебникам. Надо быть процентачником. Вот это чудо. А вот это мое чудо. Еще они округлились. Мне не так интересно. На одних деревьях округлились, на других нет. Вот это вот путаница произошла. Кстати, это дерево через пару лет дало 25 ведер. А, нет. 19. А я уже путаю. Ну, короче, гигантский. Для молодого дерева, да? Я его назвал Артем. Сыну моего звали Артем. Он как раз у меня подрабатывал. Потом опозорился. Оказалось, что Артем есть еще один. Прошу разделить. Артем один Дальний Восток, Артем два мой. А, переделка из... Почему? Переделка из Академика. Вот это вот. За один сезон. И до сих пор сохраняет эти качества только поражал. Вот. Я говорю, ребята, становитесь волшебниками. Так. Ну, это сами понимаете. Счастливое детство. Просто хочу сказать, что если вы не перейдете на новую технологию, у вас никогда этого не будет. Вот. Теперь... Ой, я уже пропускаю кое-что. Пропускаю. Это моя будущая... Ваша будущая сотрудница, друзья. Здоровья то есть, то нет. Вот. Теперь, вопрос вопросов. Выращивание из косточек. Вот это мой друг Боднар Борисович. Так. Вот это его урожай. Видите абрикосы? Вот такой величины, ну, грамм 50, да? Вот. Из косточек. Да, черешни, вот они, роскошнейшие черешни. Они у нас привозят огромные плоды с это... Таджикистан, Узбекистан, сами не знаем. Они еще крупнее этих, но, согласитесь, достойные. И абсолютно сладкие. И красавцы какие. Сливы, видите? Вот. Там где-то сливы. Вот сливы. Видите, какие сливы? Крупноплодные, нормальные. Яблоки, видите? Вот. Так вот, я ел еще сладчайшие груши. Вы поняли это все из семян? Значит, есть шанс. Я про это говорил. Я просто, человек, может быть, на тех вебинарах не был, задает вопрос. Отвечаю еще раз. Вот. Становитесь чудотворцами. Даже если вот это... Ну, ладно, не буду это сейчас. Даже если получится половину, разомерить. Запишите. Сайногорск пригородами имеет плодносящих абрикосовых деревьев больше, чем вся остальная Россия вместе взятая. Вот. А в институтах, по-моему, вообще уже ничего нет. Я долго не мог понять, почему. Губительная агротехника. Если во всех книгах, во всех журналах, во всех газетах пишут, что она пишется, как надо сейчас, как я понимаю, убивать деревья, вот. Но нам помогли горные склоны, что нет идеальных технологий. В одном случае хочешь раньше урожая – калечь. Понимаете, так и говорю. Хочешь раньше урожая – калечь. Я же не против. Вот. Хочешь, чтобы дерево подольше пожило. А вы помните, это тоже не досущее рассуждение. Там металлия луговой сады. Год-два плодношения и под топор, или, точнее, под плуг. Вот. Даром же корни не успели углубиться. А где-то, допустим, страны уже не такие, где хоть какие-то признаки зимы, там где-то Германия, там, допустим, Чехия, наш этот Северный Кавказ. Там уже, допустим, искусственные корни. Яблони. Я же ругаю только. На север их нельзя пускать. Колновицкие нельзя на север пускать. А там – пожалуйста. Пусть будут. Почему? У них век короткий, а ими не надо больше. Молодого дерева – максимальный урожай, а потом опять под топор. Ничего нового посадят. Вот. Это выгоднее, чем выжимать из дерева, когда оно… Понимаете, молодые деревья, еще раз говорю, не молодые, нет. Назовем их низкоросые деревья. У них ограниченный рост. И однажды у них перестают, плодушек больше не будет. Все, вот подвой этот самый карлик и дерево карликовое. Хорошо, если от органа не упало – это минус. А главный минус – это то, что плодушка перестает, она год, два, три, врут, что 15 лет, а потом топор. Вот этих, на искусственных подвоях. А на самом деле, да еще добавьте мороз, может, и меньше. А так, 34 года плодушка уже, ну как, бесплодная. Все, я вам рассказывал, показывал эти, там, фильмы мои. Почка уже стала яблочком, а соседняя только на следующий год. И два, три, четыре года – все, нету. Вот, сказки закончились, урожайность падает, приростов нету у карликов. Я говорю, ребята, мы северяне, это не только, вот, может быть, северянами назвать Северный Кавказ нельзя. Так, Украина – это Украина какая, Северная Украина – это ого-го. Вот, и получается так, что для нас только Северный Кавказ, это касается абрикосов в первую очередь. Вот так. А Северный Кавказ, напомню, то, что у меня есть, у Бродского, это журские абрикосы и их производные, их сыновья. Все. Теперь дальше пойдем. Смотрите, вот это вот, я уговорил Сергея Железова привезти один саженец. Я говорю, продажа тысячи рублей сорока метров. Вот, кстати, увезли обратно, никто не купил за тысячу рублей. Вот это чудо. А вот эти по пятьсот покупали. А то, что они мертвы, это никого не волновало. Мне вмешиваться я не стал. Вот, это тот же самый круглый стол. Вот, это наша продукция, видите, чем мы можем. Вот, это мертвые саженцы в феврале, я уже рассказывал об этом. Москва прикрывала меня Мараховская, чудо-садоводство Москвы, чтобы охрана не видела, как я фотографирую мертвые деревья, мертвые саженцы. Февраль месяц, а люди берут. Вот, ну, откуда у нас садоводство будет. Вот, вот это вот конверт. Фирма Беккер. Ладно, я называю мошенниками. Сам великий садовод, первый садовод России, Туманов Андрей, если их называют мошенниками, то пусть они с ним судятся. Они имели наглость прислать рекламу Железову Сергею. Разворачиваю бумажку, фотографирую. Я просто хочу сказать, больше никакой веры. Еще раз говорю. С минус 42. Вранье нарисован персик, написан абрикос. Я просто, еще колновидных, ни одного на планете нет, они пишут. А персик они нарисовали. Это неправильно. Это не фотография. Это рисунок. Вот это рисунок, это рисунок. Вот. И когда художнику поручили, он нарисовал, ошибся, ладно. Десятки, сотни людей, фирма огромная, дурит, все Сангу. Вот. И меня вот это поразило, что они ошибки или это мошенничество, потому что специально покрасивее же выглядит, да? Крупноплодный пешик выглядит. Люди же не знают, какие листья спутать невозможно. Главное, что, или мошенничество, или они не заметили ошибки, потому что продавая из этого юга Европы, за пределом России, Украины, Белоруссии, продавая это все, вот, они ни разу не видели ни персика, ни абрикоса, если они честные люди. Если вы честные люди, ветер, сознайтесь, что вы никогда не видели, не то, что не вырастили. Понимаете, что я подчеркнул? Вот это страшная ошибка. Почему я здесь фотографию груши изобразил? Дело в том, что это Сибирь. Этого не должно быть никогда. Здесь тоже вопрос по двоях. Я просто упреждаю, говорю, что после вишен мы будем говорить о грушах. Потому что у груши другая проблема. Груши проблемы по двое. Если у вишни вообще вишен уничтожаются грибами по всей Европе, то у груши другая проблема. По двое, и хотите иметь такое чудо, это мыса. Вы видели в фильмах, слоем лежат, съесть невозможно. В прошлом году наткнулся на эту фотографию в Красноярской интернет-магазине. Написал об этом громко в фильме. Думал, исчезла или нет, до сих пор не знаю. Выдает уходит эта линейка. Еще раз напомню, не меньше 50, это самые морозостойкие в мире абрикосы из тех. Еще морозостойчивые, допустим, сибирские. Но он не подходит нам, потом поговорим. Почему? На него не приживается ни черта прививки. Эта информация еще идет от Казмина. А здесь получается вот такая картина. Ладно, смотрим сюда. Ой, ну что же это такое? Стоило мне на это самое набрать, вот же он. Это мой сайт, это моя фотография. Вот же он. Ладно. Ребята не сдаются, им надо продавать. Им плевать, что это не Зексада. Вот. Вот он манчжурец. Это одна из пяти веток. Это мы 15 лет назад сделаем фотографию. Он уже тогда такой был. Потом две ветки рухнули, одна от снега, одна от урожая. Я просто знакомый. Это ваш подвой. С него брались косточки. Косточки проросли. Получились саренцы. Довел до плодоношения. Они оккультурились. И для большей части России, может быть, кроме там севера Тюмени или там северо-новосибирска, они везде годятся как подвой. Вот. Их назывался, наверное, русский абрикос. Вот второй, да, рекорды, рекорды. 15 лет назад уже было 30 ведер. Вот. Потом больше не повторялось 30. И только в 2013 году выдало ведер под 50. Так все собрать и не смогли. Вот. Так. Теперь. Видели там у меня под деревом росло сколько оставили? Там целый лес этих подростков. Тоже, кстати, никому не нужен. Вот. Это у покойного чижика 30 ведер. Я вам рекордсменов показываю. 30 ведер было на этом культурном дереве. Все ветки рухнули до единой, дерево погибло. Вот. Он был инвалид, он ничего не мог сделать. Потом третье покажу рекордсмену. Там ведер под 40. Вот. Так вот. Манджурский абрикос молодой. И сибирский. Плоды несъедобные. Сибирский абрикос перспектив не имеет. Только на компот. Вот. Подводник годится. У меня отрицательный опыт. Я столько раз рассказывал. Значит, абрикосы запоминайте. Вот видите ветка. Если вы отрежете, будет вот такая картина. Смотрите. Не трогайте. Это все, что вас вкусят. Не трогайте абрикосы. Самый нежный фрукт. Самый нежный овощ. Нет у него это самое нежнее. Как они страшно боятся этих ран. Вот. Вот такие ветки. Самое у земли будет. Не трожьте. А естественно. Это мой разобойный. Это мой сад. Зарастает 100%. Главное не лечить. Абрикосы лечить нельзя. Точка. Иначе у вас бы вот это все тут была бы страшнейшая рана. Вот. Вот так она вылечивается. Абсолютно вылечивается. 100% вылечивается. Хоронил уже не раз. Плодоносит. Да как плодоносит. Доказательства видели. Я ведь чуть ли не каждую неделю снимал по фильму. Шелета и восемь. Вот. Видели? Искусственные раны. Прекратить. Вот этого не делать. Пока коротко. Вот. Теперь. Самое страшное, что нас ждет. Когда ученые говорят. Мы научились укоренять яблони. Вот это вот укорененная палка. Она досюда. Вот это желеный побег. Это из посылки пришла из Крыма. Еще не посадили. Скорее всего, однолетний. Скорее всего, вот это. Там же лето длинное, да. И вот это за один год. Видите? И уже сгнило. Уже. Вы понимаете, что такое? Палка, которая не имеет чего. Я вам объясняю, это из самых тех, кто усит. За школьную парту у вас. У нее нет корневой шейки. Точка. Вот. Вот это. У меня две фотографии. Вот это. Ну, как под руку подвернулись. Неубиваемый манжирский абрикос. Ничем не убьешь. Ничем. Вот. Только сгноить можно. Смотрите. Это посадка на холм. Это уже мой сад. Вот видите? Технологии. До сих пор, не знаю, хоть где-то используют эти бутылки или нет. Учу 15 лет. Вот. От которых зависит вызревание до осени. А значит и здоровье дерева. Вот. Культурный побег. Это академик. Прививка так низко. Прививайте как можно ниже. У нас будут темы про прививку. Мы будем говорить часами. Пока коротко. Прививка низко. Отсиделось под снегом. Дерево погибло. 2005-2006 год. Длинные 40-градусные морозы. Вот. Плюс изувеченное мной с него взято сотни черенков. Проклинаю тех, кто хотя бы одну ветку срезает. А сам ради выживания. Калечу и калечу. Культурная ветка. А это вы уже догадались. Вы теперь опытная. Вы знаете, что это подвойный маньчжурский абрикос. Вот это культурная ветка. Показать вам сейчас его. Ой, я не стал такой задачей. Весь в абрикосах. Курдюм его не помню. А на Скобилову показывалось. Даже позировали. Восстанавливается махом. Абрикос неубиваемый. Пока вы его не сгноите. Топором не берет топор. Топор не берет. Влага берет. Вот. Видите? Это я специально сделал. Это два брата. Акробата. Сергей. И еще это. Нет, уже не вижу, кто это рядом. У него то один брат помогал, то второй. Вот. Думайте никогда это покупать что-то. Да. И я обращаюсь ко многим друзьям. Сейчас мы еще немного и закончим. Я обращаюсь к своим друзьям. Вас много. Возьмите каждый. Вот. Наберите абрикосы. Питомник. Наберите купить абрикосы. Вы обязательно попадете на сотню сайтов. На две сотни. Выберите один. Хотя бы. Лучше бы там, где вот эту линейку увидите. Вы на многих увидите. Вот. На каждом втором, если на первом. Вот. Мою знаменитую. Вот. Заведите разговор. Есть телефоны. Ну, дорого. Ладно. Переписка должна быть. Все равно же это. Простите. Пришлите фотографии вашего сада. Глупее. Я ответов не слыхал. Хозяйка отъехала. Ждите. Ждем годами. Вот. Некогда было. У нас нет времени на фотографирование. Мы работаем. Вот это самые умные ответы. Вот. Пожалуйста. Я прошу. Мне трудно одному. Мне очень трудно. Вот. Если виноградов Алексей нашел сотню сайтов с моими фото. Ну, он специалист. Он знает, как это. Это самое. Находить быстро мошенника. Пожалуйста. Хоть возьмите под свою опеку. Хотя бы по одному сайту. Мы потом опубликуем переписку. Помогайте. Я вас прошу. Не ради меня красиво. У меня. Мне это. Я не собираюсь ничего покупать. Вот. Пожалуйста. Это самое. Ради людей. Ради детей. Так. Два абрикоса. Оба сеянцевые. Этот зацвел. Сейчас им примерно по 4 или 5 лет. Вот. Они быстро растут. В момент съемки. А этот за второй год зацвел. Этот на третий год зацвел. Нет. Этот на третий год зацвел. Это очень рано. Этот на четвертый год зацвел. Вот. Потом они разделились. Разные плоды. Цвет. Все разное. В разное время цветут. То есть у них индивидуальные особенности проявились. Так устроила природа. Вот. Поэтому я вам показываю. И я показываю. Никаких долгосрочных этих. Что надо ждать. 6, 8, 10 лет. Это все неправда. Маньчжольские абрикосы скороплодные. Даже без нашей помощи. Вот. Но. Всегда бойтесь. Когда зацвел. Это просто скороплодное. Когда раннее плодношение. Раннее цветение. Это и сигнал опасности. Может посадили геопатогенную зону. И он через год, два, три саженец умрет. Может и так быть. Или вы. Например. Что-то не то с почвой. Помните. Это. Твердая. Это самое. Подплузная. Подошва. Вот так. Это тоже исключено. У нас многие садят гравий. У нас кругом гравий. Очень близко. Тоже ничего хорошего. Так. Как мы обманываем лето. Оно короткое. Под бутылкой день идет за два. Вот бутылка. Вот без бутылки. День идет за два. За три. И как раз набегает. И получается как. Обычно прививка в развитии отстает. От подвоя на месяц. И от соседних деревьев. Вот на них листья. А подвивка только начинается. Почему? Ее надо догонять. А это опережает. Хорошая фотография. А это опережает. Почему? То есть не на месяц отстает. А значит не успевает выжить. И массовая гибель связана. Это одна из главных причин. Вот. Теперь следующий момент. Один из чудес. Помните я показывал вам эту. Украинку. Дану мою землячку. Ну действительно чудеса. Я от зависти чуть не умею. А. Я еще. У меня броски надо мной. Я пожалуюсь на мужика. Да. Вы что думаете? Я только хвалить умею. Сидит на том конце экрана. Две. Это самое. Два раза. По скайпу. Показывает. Говорит. Это черный абрикос. Огромный. Здоровенный. Вот. На моих глазах начинает их жевать. А я должен слюни пускать. Я был в шоке. Я даже не знаю, что не на свете есть. А неделю назад он показал эту. Венгерку типичную. Ну название не знаю. Вот. Это всего разоренного сада. Который разоряет. И разоряет. Она в полтора раза крупнее моей самой крупной. Я опять чуть ни с ума не сошел. Вот. Все. Ухожу в отставку. Юрий Васильевич. Все. Задразните меня до парта. А вот это вот. Тоже я по-доброму. Есть целый фильм. Саша Мажерин. Молодой человек. Приехал ко мне. Он рассказывал. Ну еще раз. Мы же тема абрикоса. Вам с ними работать. Приехал ко мне и купил трехлетний абрикос. Манчжурский. Его никто. И меня не покупал. Я продал его. Цены даже не поднимал. У меня однолетки были по 300 рублей. Это лет 10 назад. Вот. И двухлетки пришлось по 300. Не берут. Трехлетки. Чудо. Приехал. Взял один. Что у него случилось? На второй год после посадки. Он уже дал вот такие плоды. А у него рядом амур. Папы. И уже получился не манчжурец. А вылитый амур. Согласитесь? А? И кто разбирается? Вот. Юрий Алексеевич. Твою фотографию. Я Латинкова вспомнил. Вот. Твою фотографию. С амуром. Украла. А настоящая академия. До сих пор ее название не произношу. Вот. Помните? Мой это. Меня кто-то сказал. Призы был ко мне. Железовый. Небе лежачего. Вот. Похож на амура? Сознайся. Дальше. Значит. Прошли несколько лет. Урожаи росли. Рассадил. Вырастил целый питомник. Вот. Я целый фильм снял. Все честно. Вот. То есть видите, с чего началось? С одного саженца. Я говорю, а где соседи-то? Это Абакан. Это бесснежье. Им бесснежье по барабану. Это выдержал 40-градусные морозы. Значит, снега нет. Самое главное, вот это не отрезал. Вот это вот проклятие. Ведь Украина, это я к Дании обращаюсь. Ваша эта самая съемка была. Ведь подходит. Ладно, это несчастная яблони. Роста полтора, два метра. Сбоку вот такой же побег. Вот. Ролик показывает. И он учит. По немецкой технологии его надо отрезать. Взял, отрезал, сделал страшную рану. Отрезал на кольцо. А если бы здесь сделал рану бы этот, Саша Мазерин, где бы сейчас бы это дерево было? Интересно, у дерева есть тот цвет, как у нас? Или печь? А, еще хуже, чем на том. В печке бы она была. Вот. А он приехал, я ему сказал, я всем говорю, отрежешь, руки поотрезаю. Этим же секатором. Вот результат. Великолепно. В фильме подробно. Есть фильм один из трехсот. Вот. Дальше. Технология Чугуева. Юрий Чугуев. Знаете, он, у нас же, как я говорю, Чугуев в центре Европы, в Смоленск. Это то же самое, что Латинком на Урале, что Бродский на Дальнем Востоке, да? Или что Пескунов в центре Сибири. Так вот. Крутнейший авторитет. Он специально так делает, для того, чтобы их весеннее солнце обогрело. И этим ускорило процесс это. А у нас не так. Мы про Чугуева ничего не знали, хотя я с ним подружился в последние годы его жизни. Мы ничего не знали, мы просто не успевали. Просто не успевали. Прививать, рассаживать. И стоят они тот же самый месяц, как у Чугуева. Я его с лучшим, с самых лучших соображений им сказал. Низко кланясь. Умнейший мужик. Посадки на холмы. Оба подошли к этому. По-разному холмы формируем, да? Вот. Я не трогаю почву, он трогает. Он нагребает, а я привозя землю со стороны. На холмы. Умнейший мужик. А мы это можем назвать Чугуевской. Хотя мы не знали о нем, просто мы не успеваем. Они стоят и так и развиваются. Деток в середине мая умудряемся посадить только мини-парничком. Возвратные морозы. Возвратнейшие. По барабану. Ни один не погибает. Так. Наконец настоящая зима. Вот. Весной быстренько сходит это все. Почему? Запад. Запад. Санцепек. Вот. Поняли, да? И не успевает сгнить эти самые. На памяти Сергея всего за все годы сгнило несколько. Основание. Ну там, где корневая шейка. Вот. А вообще причин, по которым он взял, пересадил и вдруг он мертвый. Никогда. Все живы. Свидетели сотни. Как я обману. Идем все подряд привитые, все растут.